Добрый день всем начинающим практикам, продвинутым практикующим и просто тем, кому искренне интересна тема магии. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаватель магии в школе магии SphinxVision. Мы продолжаем тему ответов на базовые и небазовые вопросы. Поступил вопрос, какие качества должен развить начинающий маг? Вопрос, опять же, следовало бы можно задать более правильно. Если человек уже маг, то он не совсем начинающий и для него список качеств отдельный, о котором мы поговорим в следующих выпусках. Будем говорить о том, какие качества должен развить начинающий практик, тот, кто только вступает на путь, какие качества позволят вступить на путь и сделать на пути первые шаги. Итак, первое качество – внимание, внимание и еще раз внимание. Кроме внимания у нас поначалу ничего нет. С помощью внимания мы развиваем способность направлять внимание на неявные проявления мира, уходить из области сильных сигналов и с помощью изменения и контроля внимания мы освоим базовую экстрасенсорику. С помощью внимания мы научимся контролировать свое сознание с помощью внимания, направленного на внутренний мир. Итак, внимание, которое будет заключаться в способности концентрировать внимание и к способности к другим концентрациям, к уходу от сильных сигналов, концентрации на фоне, концентрации на поле, к развитию чувствительности. И, собственно, от внимания – это развитие чувствительности вначале к любым базовым проявлениям энергетики, потом к все более и более тонким. Следующее – это умение слушать. Умение слушать себя, умение слушать свое состояние, через что мы понимаем взаимодействие с тонким миром, умение слушать мир, ловить его сигналы, и, конечно, умение слушать тех, кто будет передавать вам знания. Для умения слушать, конечно, нужно уметь на время откладывать интерпретацию, умение отложить свое знание в сторону и просто выслушать, но искренне и активно. А также, конечно, слушать не только людей, но и слушать мир, не говоря себе сразу, что что-то невозможно. Умение, конечно же, допускать чудесное. Допускать чудесное постоянно. Если вы не допустите, что чудесное и волшебное просто возможно, вы не сделаете даже первых шагов. Честность. Просто некую ментальную внутреннюю искренность, чтобы честно отслеживать, что вы думаете, что у вас получилось. Иначе с первых шагов вместо реальных результатов у вас будут глюки. Честно отслеживать свои результаты, не интерпретируя их сразу, как это невозможно, и сказать, как то, что «О, там, вот у меня получились потрясающие вещи, отныне я уверен в своей божественности и огромном могуществе». Контроль мыслей. Умение контролировать свои мысли, потому что маг воздействует на мир своим сознанием. Итак, внимание, сенсорика, умение слушать, контроль мыслей, способность допускать чудесную честность и, конечно же, воля, которая потом разовьется в магическое намерение и будет вашим инструментом. Таковы базовые инструменты, начальные, которые просто позволят вам встать на путь и продвигаться по нему. Это на сегодня. Надеюсь, то, что вам будет полезно услышать. О дальнейших качествах продвинутого практика мы поговорим потом. И если вы захотите об этом узнать, то просто следите за новостями на этом канале. Для этого достаточно просто на него подписаться. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного!